Всем привет! И снова новости палеонтологии. В журнале Nature Ecology and Evolution вышла статья, которая претендует на сенсацию. Ученые объявили, что обнаружили пятый тип костной ткани. Назвали его аспидин. Я напомню то, что до сих пор было известно любому человеку, интересующемуся биологию четыре типа костной ткани, а именно хрящи, собственно кость, а также дентин и эмаль. Как несложно догадаться, последние два типа костных тканей можно обнаружить в зубах. И вот появляется какой-то странный аспидин. Почему он не был известен до сих пор? Да потому что это ископаемая ткань. Сейчас невозможно найти ни у одного живого существа на Земле. Но неужели до сих пор никто не обращал на него внимание? В чем его особенность? Почему он отличается от всех других костных тканей? Особенности у него действительно есть. Когда стали изучать его структуру, внутри обнаружили небольшие ходы. Если мы посмотрим на древнюю кость, то мы лишь обнаружим небольшие отверстия, в которых раньше располагались остеобласты. Те самые клетки, которые формировали кость. У аспидина какие-то странные туннельчики. Что в них располагалось клетки, или это было что-то другое, было не совсем понятно. На самом деле стоит тут сказать, что, конечно же, аспидин был известен ранее. И уже довольно давно, более ста лет назад, выяснили, что он отличается от всех других типов тканей. Но было непонятно, что он из себя представляет. То ли это видоизмененный хрящ, то ли это что-то переходное между хрящом и костью, то ли, возможно, это какая-то разновидность кости. И в первую очередь было непонятно, что, собственно, располагалось в этих ходах. И вот лишь сейчас, при новом исследовании, при котором использовались самые совершенные технологии, такие как синхротронный томограф, удалось выяснить, что внутри этих ходов располагался коллаген. То есть получается, что это действительно костная ткань, но совершенно особого типа. У кого можно было обнаружить подобную ткань? В первую очередь у таких животных, которые называются гетеростроки или разнощитковые рыбообразные. Они действительно похожи на рыб, но тело их действительно было покрыто щитками, отсюда собственное название. Но при этом у них отсутствовали челюсти, поэтому рыбами их назвать и нельзя. Это так называемые бесчелюстные организмы. Вот у самых разнообразных древнейших бесчелюстных, которые обитали более 400 миллионов лет назад, и начал формироваться этот самый загадочный аспидин. В конце хотелось бы сказать, что на самом деле предположения о том, что внутри вот этого аспидина располагались коллагеновые волокна, были высказаны значительно раньше, еще в далеком 1957 году. И высказаны они были нашим специалистом Алексеем Петровичем Быстровым. Но публикация была малоизвестной, вряд ли британские и швейцарские ученые о ней знали. Да даже если бы и знали, они в любом случае проделали большую работу, уточнили строение этой ткани, рассказали о том, как она изменялась. Поэтому, безусловно, заслуга их велика. И теперь мы точно можем сказать, что исследование аспидина подошло к концу. И мы точно уверены, что это особая ткань. Оставайтесь в курсе событий. С вами был Попов Ярослав.